Кристина Старк, Аспид Моему мужу, возлюбленному, сообщнику, отцу моих детей, лучшему другу и парню, который обречен или благословлен, первым читать мои книги. Не перестану удивляться, как в одном человеке может уместиться столь многое. Глава первая Мою мать Элис МакАлистер вытолкнули из окна высотного здания, когда мне было три года. Моего двоюродного брата Адама застрелили, когда он переходил О'Коннелл-стрит. Дядю Эммета отравили на благотворительном ужине в отеле Ритц. Его жену Клэр взорвали в ее кабриолете вместе с шофером и собачкой, когда она собралась ехать к маникюрше. Мой клан смертельно враждует с другим кланом, чья фамилия – Стаффорд. Вот уже лет сто, если не больше. Моя бабушка была еще ребенком, а МакАлистеры и Стаффорды уже пускали друг другу кровь. Не знаю, с чего все началось, но я хожу на похороны с малых лет. На похоронах тети Клэр были самые лучшие пирожные, а на похоронах Адама – самая отвратительная погода. Я тогда продрогла до костей и потом лежала в постели целую неделю. Зато когда хоронили дядю Эммета, светило солнце и в воздухе красиво кружились листья. Мои лакированные туфли отражали утренний свет, а черная шелковая юбка легко трепетала на ветру. Никто не плакал. Во-первых, дядю Эммета не слишком любили, а во-вторых, все уже привыкли ходить на похороны. Помню, все казались мертвенно-бледными в сравнении с черными тканями вуалей. Моя тетя Шинейд, высокая как телебашня, протянула мне шоколадную конфету, завернутую в золотую фольгу. Я не слишком любила шоколад, потому что он горчил, но все же взяла конфету и сделала маленький книгсон, как учила меня моя мачеха Рэйчел. «Спасибо, мэм», — сказала я. «На здоровье, Кристи», — ответила тетя Шинейд. «Только не вытирай ручки о платье. Папочке наверняка пришлось заплатить за него целое состояние. Сколько тебе уже, милая?» «Мне семь». «Ты в первый раз на похоронах?» «В четвертый, мэм», — ответила я, глядя на тетку снизу вверх. «И не в последний», — вздохнула она. «Мой брат Майкл, он на пять лет старше, и ему уже стукнуло двенадцать, прошептал мне, что дядю Эммета явно намазали тональным кремом, таким же, какой лежит в косметичке у нашей няни мисс Бирн. Вечно бледный дядя Эммед в гробу почему-то выглядел так, словно только вернулся из отпуска, загорелым и отдохнувшим. И еще у него была модная стрижка и новый костюм. «Думаю, есть такая профессия, некростилист», — добавил Майкл шепотом, и я почему-то рассмеялась, хотя знала, смеяться на похоронах — это очень плохо. «Мой второй брат — Сет, он на целых восемь лет старше меня, и ему пару месяцев назад исполнилось пятнадцать. Взял меня за плечо и велел мне придержать язык. Он весь день выглядел мрачнее тучи, но, думаю, это все не из-за смерти дяди Эммета, а из-за того, что он поссорился со своей девушкой. Сет звал ее с собой на похороны, но она не пришла. Ну, конечно, нашел, куда звать. Здоровенный и высоченный, зато вместо мозга — картофельно. Я бы тоже не пришла, потому что похороны — это грустно и скучно. Хорошая часть только та, где все собираются в доме, пьют кофе, едят закуски и тихо разговаривают обо всем на свете, о покойнике, о его бедных детушках, о жестокости и несправедливости мира, об объятиях Бога, в которых мы все однажды окажемся, и, конечно же, о Стаффордах, проклятых Стаффордах, которые не успокоятся, пока мы, макалистеры, не узнаем вкус земли. Мой клан — один из самых состоятельных в Ирландии. Отец и его братья сколотили состояние на торговле антиквариатом и предметами искусства. Я была ребенком, который вырос в роскоши среди масляных полотен, чья цена переваливала за сотни тысяч, и среди старинных скульптур. Даже осколки их стоили бы целое состояние. Мои ноги бегали по мрамору, я носила золото и платину, меня наряжали в шелк и бархат по последней моде. Семи лет я брала уроки игры на фортепиано, и моим первым инструментом был винтажный немецкий рояль Стэнвэй, выкупленный из коллекции какого-то лорда. Помню, как я сидела на бархатном стульчике, и даже мой учитель боялся прикасаться к нему. Настолько уникальным был этот инструмент. Моя мачеха, в отличие от мачех из сказок, была молодой и милой женщиной, которая меня страшно баловала. Тогда Рэйчел еще не родила ребенка от моего отца, поэтому я была для нее всем. Дочерью, куклой, любимым ангелом. Она умудрилась найти общий язык даже с Сеттом и Майклом, ужасными дрочунами и задирами. Играла с ними в херлинг, помогала с уроками, прикладывала лед к синякам, когда те падали с велосипедов или разбивали друг другу носы. В херлинг играют деревянными клюшками и мечом. Распространен преимущественно в Ирландии. У меня было все, о чем большинство детей только мечтать может. И в то же время гораздо меньше, чем у них. Отец и его братья фанатично верили, что избраны Богом, и наш клан чуть ли не единственный спасется во время апокалипсиса. Нашей семье принадлежали обширное владение к северу от Дублина в районе Скеррис, включая поля для гольфа, старинный замок и несколько прибрежных островов. И эту территорию мы редко покидали. Городские кинотеатры, парки развлечений, клубы и рестораны наша религиозная семья считала вотчиной дьявола, и мы их не посещали. В местную церковь мы ходили не только по воскресеньям, а каждый день. Я знала наизусть многостраничные отрывки из Библии. Религия была на первом месте, а все остальное далеко позади. В нашем доме не было интернета, его считали орудием дьявола. Мы не слушали никакую другую музыку, кроме инструментальной, хотя и ту далеко не всю. Например, органная музыка казалась моему отцу слишком мрачной, с его слов бесами писанной, а саксофон слишком пошлым. Однажды отец поставил меня в угол на три часа только потому, что я попросила на Рождество музыкальный плеер. Мои братья периодически получали трепку за аморальное поведение, флирт с соседскими девчонками и недостаточно хорошее знание биографии апостолов. Сет однажды пять часов простоял на коленях только потому, что сказал «катись к чертям». Я побаивалась отца. Один его голос мог привести меня в ужас. Однажды он застал меня в подсобке перед картиной, на которой были изображены Ева и свесившийся с ветвей змей. Чешуя змея отливала радужным блеском, и я коснулась ее пальцем. Отцу, бесшумно подошедшему со спины, это не понравилось, и он окликнул меня так громко, что я подскочила. «Мне понравился только блеск чешуи», пробормотала я в свое оправдание. Тогда отец прочитал лекцию о том, что любопытство изгубило Еву, а вслед за ней и все человечество. Мне, семилетней, нечего было возразить в ответ. Отца, первого человека в клане, боялась не только я. Его братья, дяди Шон и Педди, никогда с ним не спорили. Мои кузены вздрагивали, когда он обращался к ним. Массивный и широкоплечий, с высоким лбом, густой темной бородой и холодными, как лед, глазами, мой отец был похож на рыцаря тайного ордена, который положит жизнь во славу того, во что верит. Он не терпел неповиновения, легкомыслия, образа жизни, противоречащего католическим ценностям. Несогласные с ним, рано или поздно покидали клан и лишались какого-либо покровительства со стороны Макалистеров, а заодно и возможности безбедно жить на землях клана. Моя двоюродная сестра, забеременевшая, не будучи замужем, покинула клан, и я больше никогда ее не видела. Только Рэйчел, моя мачеха, не робела перед отцом. Она была на 15 лет моложе его и, как мне казалось, очень любила его. Не знаю, кого она в нем разглядела, но явно не только состоятельного коллекционера с экстремальными религиозными взглядами. Она умела умаслить его, заговорить его гнев. Только Рэйчел могла превратить его в сговорчивого и спокойного человека, который не поставит тебя на колени в угол за малейшую провинность. Я же словно обладала даром совершенно противоположным — приводить отца в бешенство. Ему не нравилось во мне абсолютно все. Мои ведьмовские рыжие волосы, доставшиеся мне невесть от кого, вообще-то у моей бабушки по матери были такие же, но отец об этом почему-то постоянно забывал. Мои темно-зеленые глаза с коричневыми пестринками, мой слишком высокий голос и мое неуемное любопытство. Однажды он обмолвился, что я слишком похожа на мать, и это словно тоже стало одним из моих недостатков. В детстве у меня была аллергия. Стоило мне съесть что-то сладкое, мои руки и лицо тут же покрывались красными зудящими пятнами, которые очень долго сходили. Няня однажды сказала, «Если я буду их расчесывать, они покроют меня всю, как чешуя, и я превращусь в змею». Мой отец, услышав это, выставил ее из дома в тот же день. Он испытывал сильнейшее отвращение к змеям и пришел в ужас только от одного сравнения его дочери со змеей. Еще он ненавидел все мрачное и темное, сумерки и луну, фокусников и гадания, аборты и геев, кошек и юрких черных птиц с желтыми глазами, которые вели гнезда в кустах. Еще Хэллоуин и ряженых, паутину и плесень, татуировки и одежду из кожи, дерзость и слишком громкий смех. Много всего. Но больше всего на свете он ненавидел Стаффордов. Я не помню, когда услышала фамилию Стаффорд впервые, наверное, ее произнесли еще над моей колыбелью. Потом я то и дело различала ее в разговорах взрослых, чаще всего ее произносил дедушка. Он выплевывал ее так, будто она жгла ему язык и обычно фамилия шла в паре со словом «проклятые». Совсем по-другому произносила эту фамилию Рэйчел. Тихо, одними губами, словно поминая Стаффордов, можно было накликать беду. От папы я не слышала эту фамилию почти никогда. Он заменял ее словами «бесы», «черти», «нечисть», «псы». Братья отца, если приходили в гости, так больше ни о ком другом, кроме Стаффордов, не говорили. Эта фамилия приводила их в нервное возбуждение, в какое приходят собаки, когда у них перед мордой трясут дохлым зайцем. Дядя Шон однажды чуть не умер от серьезного ранения, но Рэйчел всю ночь молилась над ним, и он чудом поправился. С тех пор дядя Шон боготворил Рэйчел, считал ее святой и даже пообещал однажды в подарок убить для нее Стаффорда. Словно убийство Стаффорда это самая высшая благодать и награда, о которой только можно мечтать. Я не раз пыталась выяснить, о ком это в нашей семье так часто говорят. Но добиться от Рэйчел ответа никогда не удавалось. Братья только фыркали и сплевывали от досады. К отцу я даже подходить с этим вопросом боялась. Он аж зубами заскрежетал, когда впервые услышал Стаффорд из моих уст. Помню, что я решилась на крайний шаг, спросила у дедушки. Пробралась к нему однажды в комнату, когда все были заняты своими делами. Только вот время выбрало не самое подходящее. У дедушки то и дело случались приступы старческого слабоумия, которое внешне не всегда можно было распознать. Он выглядел обычно, даже поддерживал разговор, но при этом мог совершенно не узнавать даже близкого человека. Так случилось и в тот раз. Он спокойно разглядывал меня, когда я спросила у него «Деда, а кто такие Стаффорды?» Потом поманил меня пальцем, а когда я наклонилась к нему, чтобы расслышать ответ, вдруг схватил меня за волосы и заорал «Не поминай дьявола в моем доме, а не то я убью тебя, ведьма, этими вот руками возьму и убью». Я перепугалась до смерти и закричала так, словно меня резали. В комнату влетел Сет, отбил меня у деда и приказал идти в свою комнату. Я слышала звуки борьбы за закрытой дверью. Когда дед был не в себе, его сила словно утраивалась. Он мог запросто сломать шею такой, как я. Больше я к дедушке с расспросами не приставала. Когда мне было десять, Рэйчел родила малютку Агнес в госпитале Святого Винсента. Хорошо помню, как мы поехали забирать их на кортежи из семи тонированных машин. Агнес была такой маленькой, что без труда уместилась бы в коробку от обуви. У нее было красное личико, и помню, как отец все спрашивал и спрашивал, когда ее кожа посветлеет. Ему не нравился оттенок кожи его новорожденной дочки, потому что она напоминала маленького краснолицего чертенка. И кричала она так пронзительно, позавидовали бы гарпии. Рэйчел даже плакала над своим ребенком, ведь он, едва родившись, уже не угодил отцу. Однако уже через пару недель Агнес стала такой ангельски бледной и хорошенькой, что отец не мог наглядеться. В отличие от меня, в Агнес ему нравилось все. Ее безмятежный сон, ее золотые кудри, ее тихий, спокойный нрав. Он даже заказал ее портрет, на котором ее смешную мордашку окружили райскими зарослями, бабочками, голубями и ягнятами. И этот портрет повесили в гостиной на самом видном месте, словно в назидании о том, каким должен быть идеальный ребенок. Но я не припомню, чтобы ревновала. Наоборот, Агнес словно отвела от меня гнев отца. Пока он и Рэйчел были заняты ею, я, наконец, могла стащить больше сладостей с кухни, реже ходить в церковь, больше времени проводить не за чтением Библии, а за книгами моей няни, мисс Бирн, которую она всегда прятала под матрас и читала только тогда, когда никто не видит. В них рассказывалось о непокорных герцогинях, строптивых графинях и бесстрашных баронессах, которые бросали вызов высшему свету и делали все, что им нравилось. И еще страстно сливались в объятиях со своими графами и герцогами, строго каждые пять страниц. Субтитры создавал DimaTorzok